Пётр Васильевич Знаменский в 1836 году родился, в 1917 году умер. Историк доктор богословия в 1862 по 1897 годах преподавал в Казанской духовной академии казанские татары. Татарин либо насквозь хорош, либо насквозь мошенник. Поговорка. В эпоху нашествия монголо-татар, болгарское владычество в Воскокамском крае сменилось владычеством татарским в конце 20-х и в 30-х годах 13-го столетия татары Завладили всею болгарской землею и сделались здесь господствующим народом. Но в то же время, как это всегда бывает, при покорении народа более цивилизованного, народом менее цивилизованным, должны были сами довериться цивилизации. Побеждённого ими деревня, богатого и хорошо организованного царства. Заимствовали у него оседлась городской быть, торговую предприимчивость, магнитанство и разные черты народного характера, что немало способствовало смягчению их прежних степенных нравов. Постепенное слияние победителей с побеждённым мир путём взаимных браков с течением времени привело в дейское образование даже особой сильной татарской расы, значительно отличающейся от татарских групп других местностей России. Казанский татарин струин хорошо и крепко, соложен силён и здоров. Черты монгольского происхождения у него большую часть и едва заметны в некотором расширении личного овала, а в слегка выдавшихся скулах, в небольшом сужении разреза глаз, в длинных, несколько отстающих, от головы, ушах, в толщине и короткости шеи. Сюда же можно отчасти отнести то, что у него редко растёт большая и густая борода. Такое видоизменение монгольского типа у казанских татар можно объяснить не иначе, как именно слиянием татарской народности с отюркскими и разными финскими народностями и в шагах болгарского царства, потому что премесь татарской крови, другой народной крови, русской и давно была устранена взаимным религиозным отчуждением русских и татар. Сами татары называют себя иногда булгарами, булгарлат ставя себя таким образом в самую непосредственную связь с этой исчезнувшей народностью. Незредко встречающиеся между ними типа башкирские, черкесские, очевидно случайного происхождения и в массе незаметны. Казанские губернии, татары, мусульмане и Крещенное Деместе составляют самую многолюдную и наороческую группу, простирающуюся до 772 тысяч 700 душ обоевого пола, что составляет более 31% всего населения губернии. Русские составляют менее 40%. Распространены по всему Ея пространству, за исключением уездов Ядринского и Козмуадемьянского, населенных Шувашами и Черемисами. Самое густое татарское население находится на северо-востоке, на юге губернии, преимущественно по левую сторону Волги. При первом своем расселении в этой местности татары, очевидно, они забирались в глубоко в леса, по правую сторону Волги, и на севере по левую, где жили народцы финского времени по привычке жить, на открытых луговых местностях главной своей массы расселились на восток от Волги, имея ее впереди себя ограды от нападения за Запада. А затем, когда началась русская колонизация Казанского края, занимавшая везде берега рек и главные дороги местности, должны были уступить эти места русским и потесниться на северо-восток, а также направо и налево от Волгских берегов на юге. Юго-восточное поселение казанских татар неразрывно сливается с поселениями симбирских татар, составляющих одно племя с казанскими. Татар-мусульмане везде, и в самой Казани, живут отдельно от русских. Русские сами оттолкнули себя с самого же начала по завоеванию казанского царства из религиозных видов. В связи с этого в татарских селениях до сели сохраняется своеобразный полувосточный быт. Татарская деревня имеет во себе что-то дикое, Дома, построенные на большой части мест, порядка прячутся внутри двора, а на улицу выходит забор и да сарай такой характер, а расположение жилищ встречается даже в оселениях, расположено уже по плану. Из-под заперта ворот и по улицам множество злых собак, отнимающих неистовый лай при появлении в деревне нового лица, а по ночам оглашающих окрестность диким воем. Среди селения на небольшой площади стоит деревянная мечеть, миноведь, которая возвышается над всеми обывательскими постройками. Я не боюсь, а на стороне от селения раскинуто унылое клапище, мазарки, уставленные вместо крестов деревянными столбиками, небольшими срубами и каменными плитами, под которыми лежат право верные покойники в ожидании будущей жизни, где русские будут их рабами. Татарские салабоды в самой Казани по характеру построек и расположению улиц в настоящее время уже совсем похожи на остальные части города. Отличие их составляют разные мечети вместо церквей, которые восточна своеобразность во покраске домов, множество собак, постоянно заперты ворота и закрыты за навесками от нас, банками, бальзамина, любимого татарского севетка. По расположению своему татарские дома в общих частях схатны с русскими. Каждый порядочный, небедный деревенский дом разделяется на две части, переднюю, жилую и заднюю, рабочую, и не черный, между которыми расположены обширные осени. Жилая изба, кроме того, в свою очередь разделяется перегородкой на два отделения, мужское и женское, с особыми для каждого дверями. Двери отворяются не в осенне, как у русских домов, а внутрь избы женское отделение составляет необходимую принадлежность татарского жилища. Даже в маленькой лачуге, которой никак нельзя разгородить надвое, для жены хозяина непременно отделяется, по крайней мере, небольшой уголь за пищу, закрытой занавеской, для она и скрывается от глаз посторонних мужчин. Печь, как и у русских, помещается при входе в избу, в нее обамазан котел для приготовления пищи, а у многих он же служит и для стеквилья. На птичере за нею стоят христианые или метные кунганы, кувшины с узкими горлышками и длинными носами употребляемы для религиозных омовений, а не для мужа, другой ка жены, потому что из одной посудине омываться запрещено законом. За пищу можно всегда найти большой метный таз, тоже для омовения, и два палатеса, один для рук, другой для ног. Передная стена избы занята широкими нарами для спания. Так что, чего-нибудь вроде русского переднего угла в татарском доме найти нельзя. Столь занимающий у нас этот посчетный уголь у татар становятся сбоку, у бокового окна избы, на нарах развертся на мягкие пуховики, пирины только у битняков, заменяемые войлоками и подушки, видно, что татарин любит, Господь, мягко и удобно, а не на северном доме, жестком ком, полушивке, как русский. В рабочей части языка есть самовары, ярко расписанная, чайная посуда, помещающаяся обыкновенно на самом битном месте. Число особенностей татарских удоверей относятся еще красные или зеленые сундуки, у зажиточных их бывает по нескольку штук обитых светло-раскрашенной жестью. Декабры, или, по крайней мере, сыновки, которыми уставаны полы. Селесия. Зато, если татарской женщины, жених, не видит своей невесты, добрака, или, по крайней мере, предполагается, что не видит. Поэтому помолвка устраивается их родителям или при посредстве сва, эти же представители сторон уславливаются ее количеством колыма. После помолвки жених не ходит к невесте, а посылает ей только подарки из предметов женского наряда. При этом стоимость даримых вещей берется им не на свой счет, а вычитается из следующего шага невести колыма. Дениса, семь, до свадьбы начинаются свадебные пиры, на которых гости поочередно собираются то в доме жениха, то в доме невесты и по родин в один день мужчины, в другой женщины, всех с разными подарками, поселить не пир, после которого совершается брачный обряд, бывает при участии мужчин, а в доме невесты, ни жених, ни невеста на нем не присутствуют, первый ожидает два окончания за дверью, а невеста скрывается в спальне приготовленной для брачной ночи, после пира поившись хлебом меду и топленага масла обеда кушанья гости кладут на скатерть деньги в подарок невесте который я и относится к ней в спальню, после этого мула непременный гость этого пира приступает к совершению брачного обряда брачный обряд вовсе не похож на религиозное священно действие религиозного здесь только есть в точке первой главы Корана брачная молитва имеющая значение обогновенной молитвы при начатии совершения всякого вовсе дело и произнесения брачной кудбы слава славе богу установившему брак и сказавшему берите столько жен сколько вам угодно 2-3-4 существенную же сторону обряда составляет засвидетельствование чисто гражданского договора сторон о комиссии Колыма причем мула играет не священнослужителя простого нотариуса брачные вопросы предлагаются не брачующимся родителям или другим представителям их семей а саневесты мула спрашивают согласен ли он вырод дочь за НН и за такой-то Колым отца жениха согласен ли взять ее за этот Колым обожженный сыну за свидетельствование таким образом контракт вручается стороне невесты уже по совершении всего обряда зовут жениха собака отводят его в Испанию где молодых и запирают дня на три или на четыре то вы привыкли друг к другу после брака молодая не вдруг переселяется в дом мужа а остается на год и больше в своей семье муж ходит к ней как гость а между тем устраивает у себя как и я приему все что нужно для семейной жизни магометанским многоженство татарам не привел по всей вероятности вследствие экономического затруднения содержать несколько жен вместе и вследствие неизвеженных предплигами семейных раздоров только очень немногие имеют поддержаны и то другая жена берется когда первая устарела при молодой жене она делается обыкновенно главная хозяйка дома женщина как известно унижена даже в религиозном воззрении ислама как существо низшей породы она совсем почти освобождена от исполнения религиозных обрядов в мещи не ходит разве только и редко под старость не знают даже что будет с ней на том свете потому что пророк не открыл этого занявшись описанием блаженства правоведных в раю с какими-то другими женщинами или дивами гуриями при которых земные жены очевидно уже лишние во всем и на жизни она полная совстенность мужа существо совершенно перед ним бесправное которое он может прогонять от себя по первому капризу все ее помышления сосредотачиваются поэтому на том чтобы удержать за собой его любовь на украшении себя белилами румянами нарядами на удовлетворении его чувственных инстинктов и тому подобное обращение с женою принятое гордое презрительное и суровое оказать ей ласку при людях считается предосудительным им и Субтитры создавал DimaTorzok